всем привет давайте создадим для автомобиля его звук точнее звук мотора и так далее да все необходимые нюансы в этом автомобиле так экран я пока отключил спидометр и так далее всякие нюансы чтобы они нам не мешались нам нужен будет тик на данном автомобиле во первых создадим переменную которая будет говорить что нам у нас автомобиль заведенный то есть или он в данном случае работает так давайте гоукар назовем его это булиновская переменная будет также сразу ее проверим на тике то есть можно не обязательно каждый тик проверять мы можем выставить значение тик интервал да там 0,05 это гораздо будет менее затратно но хотя если у вас в игре по сути один тик там тут вообще без розницы ну или как минимум два так персонаж нам не нужен так теперь смотреть давайте создадим папочку здесь называемый sound сюда мы закинем наши звуки я здесь подготовил несколько звуков это звук езды вот этих три верхних это у нас заводка данного автомобиля здесь он не заводится здесь мы глушим автомобиль давайте все это перекинем теперь все у нас есть создадим из но давайте выберем вот этот второй да это у нас звук как раз таки мотором мы создадим крейтку прям на нем нажали правой клавишей и назовем это sound engine так и начале давайте напишем q чтобы мы могли это быстрее найти теперь заходим сюда отсоединяем она пока здесь соединенный не нужен сюда закидываем два остальных звукодвигателя также выделяем все ставим лупинг чтобы они у нас повторялись если мы нажмем два раза мы соответственно услышим их звучание далее нам нужен континус модулятор соединяем его то есть мы делаем дубликат естественно да и соединяем здесь со всеми звуками звуками желательно конечно иметь количество звуков равное количеству передач в данном автомобиле где это посмотреть выбираем в автомобиле идем вот сюда ниже здесь у нас как раз есть gear 1 gear 2 gear 3 gear 4 gear 5 то есть вот пять передач по сути желательно конечно для каждой звук здесь иметь ну я покажу так уменьшено но в принципе это тоже будет работать все отлично и далее нам нужно нода будет кроссфайт байпер добавляем переменную так как у нас три значения пока все соединим out соединяем с основанием и теперь нам нужно все это настраивать так щелкаем сначала на кроссфайт быть паром здесь мы давайте напишем значение rp это у нас обороты то есть мы будем в зависимости от оборотов создавать так скажем выбирать данные звуки здесь у нас вот как раз таки три ячейки которые мы его подсоединили нулевая это верхняя вот это отвечает да то есть и вторая третья но соответственно вы понимаете здесь у нас есть входящее значение да то есть начало старта и так скажем выходящее значение начало старта начало конца точнее извиняюсь немножко во первых так как это у нас нулевое значение здесь соответственно входящее будет нулевое исходящее здесь мы возьмем ну примерно 100 далее возьмем 750 здесь конечно вы должны сами настраивать в зависимости от ваших от вашего количества оборотов да вот максимально rpn на автомобиле 5729 соответственно в конце вот здесь вот конечно да это 5729 но это образно да так можно и 6000 написать особо не важно то есть здесь можно поиграться этими звуками значение volum это наш звук громкость давайте поставим 0,6 или 0,65 там уже тоже от ваших звуков будет все зависеть на втором мы возьмем входящее начало от 500 и конец мы можем выбрать ну 800 примерно далее уже выбираем где-то в районе 2000-3000 то есть но это где-то середины так как у меня три ячейки я здесь выставлю вот так примерно 0,6 чуть-чуть сделаем на уменьшение потому что вот эти звуки они чуть громче здесь я сделаю на уменьшение громкости так и здесь у нас тоже 0,5 0,55 поставим так на третьем мы выберем значение можем поставить также 2000 3000 то есть начало и конца и здесь конец сначала это тупо звучит но соответственно здесь вот так вот немножко надо поиграться словами поставлю четыре с половиной до 5729 но это максимально но там можно хотите поставьте 6000 и никто ничего не скажет так и нолик да но здесь мы соответственно должны тоже будем подправить наши кривую выставим до 6000 максимально ну то есть чтобы она прямо здесь и была так здесь мы сохранили здесь нам нужно еще настроить и вот эти модуляторы до наших звуков а более конкретнее это питч если мы наш питч это так скажем при увеличении скорости звук ну то есть скорости автомобиля мы немножко изменяем звук данные да то есть когда он у нас звучит он звучит определенным образом и это как раз таки нам будет менять здесь мы тоже параметры rpm напишем давайте сразу это все скопируем и на все поставим сразу чтобы потом не забыть так первое настраивать будем минимальный input тут у нас нулю будет равен так как мы с нуля начинаем в данном случае максимальные можно выставить ну я ставлю где-то 250 но здесь надо вот этими параметрами конечно поиграться они прям очень глобально влияют на так скажем само звучание минимальный output и максимальный output 0.6 это как раз таки наш наша громкость выставим в таких пределах ну можно здесь 0.65 максимально выставить допустим там можете вообще единицу 1.2 поставить но уже из-за вашего звука будет зависеть на второй мы будем настраивать минимальная пусть будет от 20 максимальная пусть будет 3000 мин output выставим 0.55 громкость 0.6 так кстати парам мод надо выставить абсолют чтобы у нас везде абсолютное значение было можно конечно с этими значениями поиграться может быть на других она будет и лучше звучать так на третье мы выставим такие как 3000 это у нас минимально ну и максимальная пусть будет максимальное количество оборотов 6000 по звуку выставим 0.65 0.7 наверное где-то так хотя здесь мы снижали да звук но возможно здесь тоже надо будет либо снизить либо наоборот увеличить это уже посмотрим далее так теперь у нас по сути звук настроен нам нужно в автомобиль выставить само определение звука точнее его воспроизведение у нас автомобиль так но я еще не сделала заводку нашего автомобиля да ну давайте выставим на букву q я быстренько поставлю это у нас будет как раз таки мы будем заводить автомобиль здесь особо не сложно мы должны сначала проверить заведен ли наш автомобиль вообще потому что бывает что мы можем нажать клавишу завести автомобиль если он уже даже заведен здесь уже как раз таки мы будем это обыгрывать и выставим давайте вот пока наш автомобиль здесь выставим значение auto car sound curve точнее будет правильно это у нас ну так давайте это пусть будет sound engine также назовем ее выставим здесь наш sound мы его написали как q sound engine и теперь так это мы в общем на это будем проверять так кстати у нас еще и же есть баг да данное значение нашего топлива по сути должно быть больше нуля потому что ну чтобы мы не могли заведить естественно да то есть если у нас автомобиль не заведенный мы проверяем бензин если он у нас больше нуля то да мы заводим здесь мы выставим просто точку я пока поставлю здесь у нас напись автомобиль заводится так здесь у нас будет как раз таки тоже выставим точку быстренько и автомобиль не заводится так ну и сверху соответственно у нас уже автомобиль заведенный мы тоже здесь давайте все это напишем так все мы проверили то что у нас автомобиля заводится или нет и так далее да далее в общем когда у нас автомобиль заводится мы должны проиграть звук заводки автомобиля это мы поставим как можем наш sound engine да но так как он у нас будет работать на звук автомобиля мы можем вообще дубликат сделать и здесь давайте напишем sound заводки пусть будет вот так само значение мы здесь уберем это наш клуб да делаем play так он у нас сразу подтягивает ненужные части то есть мы воспроизводим но предварительно мы конечно должны подать звук ладно такое мы пока еще делать не будем чуть позже в принципе все то же самое мы сначала указываем звук а потом уже сейчас я сделаю просто все play sound 2d ну или это location лучше сделать здесь мы как раз таки укажем что у нас заводится так это можем закрыть это у нас заводится автомобиль вставим звук 0,55 ну или 0,65 давайте там он немножко такой тихий скорость точнее длина этого звука если мы наведем да duration 0,62 написано соответственно мы должны сделать некую задержку ой 1,62 некую задержку прежде чем завести так скажем основной двигатель да чтобы звук начал воспроизводиться мы подадим задержку и подадим что наш автомобиль заведенный пойдем галочка здесь она сразу уже автоматически ставится теперь так так как мы несколько раз можем нажать давайте сразу сделаем работу над ошибкой потому что мы можем несколько раз нажать и несколько раз воспроизведется звук заводки заводки автомобиля так делаем еще delay но представим что мы завели прошло 0,62 секунды да и и давайте еще сделаем одну секунду чтобы мы могли выполнить ресет дуанса иначе мы не сможем уже завести в дальнейшем вообще автомобиль так окей мы здесь все это скопируем потому что у нас это по сути одинаковые части кроме некоторых нюансов здесь у нас звук не за не заводится далее здесь мы вообще можем убрать так как он автоматом будет сразу говорить нам что автомобиль не поедет не не начнет звучать и так далее и duration мы поставим представим где-то так так длина этого у нас 3 и 4 3,44 здесь мы значит ставим 3,44 примерно чтобы звук проигрался и мы могли заново завести но и когда у нас автомобиль заведенный мы проигрываем звук то что у нас автомобиль глушится это у нас вот этот звук но и нам нужен это вот эта часть нужна так как мы глушим автомобиль у нас go car выключается наш индикатор то что автомобиль заведенный и здесь выставляем тот звук также посмотрим сколько у него длина 1,11 это конечно здесь вообще не нужно скорее всего да по сути вообще не нужно но если что мы уже настроили давайте проверим так то что мы выставили звук он у нас сразу работает а нам надо регулировать соответственно его пока отключим у нас сейчас автомобиль не заведен и все как будто бы сейчас должно производиться воспроизведение звука автомобиля и он должен ехать это я сейчас заглушил ну и соответственно он ездит потому что еще не настроено все так бензин у автомобиля кстати сейчас полный давайте выключим на ноль как будто бизнес закончился и мы не можем завести автомобиль но естественно он ездит это нюансы быстро устранимы так так но еще раз быстренько проверим у нас есть ли повторение или же нету выставляем бак полный вот я несколько раз нажал на воспроизведение завод автомобиля и он все правильно отработал значит дуанс у нас работает отлично теперь выставляем наш звук автомобиля крюсаунт так выключаем автоактивейт и где наш тик сейчас мы будем настраивать здесь по сути ничего такого сложного мы должны сделать взять наш звук далее мы должны сделать активацию его актив подсоединяем на true так как если у нас автомобиль заведенный true срабатывает и мы уже выполняем активацию звука далее мы уже делаем регулировку регулировка у нас будет происходить через set float параметр как раз таки тот параметр которым мы создавали у нас rpm назывался а значение float мы будем подавать так скажем скорость автомобиля это у нас с vehicle movement делаем get forward speed это как раз таки мы переводим абсолютное значение чтобы не было минусовых значений и закрываем это все теперь на false нам нужно деактивировать данный звук деактив деактивейт да есть небольшие нюансы когда допустим автомобиль переведется а вы будете нажимать газ автомобиль будет звучать как будто бы он стоит с этим чуть позже мы как-нибудь будем решать проблему а пока ставим так сохраняем и давайте проверим как это у нас все вышло полностью сохраним проектик так да звук соответственно он не совпадает у нас но это нюансы такие своеобразные так а вот у нас глушится чуть-чуть так скажем глушит автомобиль с отставанием а где у нас так значит здесь нам нужно так 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 это у нас давай надо убрать вообще здесь он не нужен все отлично так и теперь все самое простое это у нас мы должны поставить так чтобы если автомобиль не заведенный мы не могли двигаться это просто вытягиваем сюда здесь ставим branch это у нас я наручник движение вперед назад влево вправо вот мы сюда ставим наших branch и на false подключаем ай на на труб подключаем если наш автомобиль заведенный мы выполняем движение так и все да по сути все остальное нам не нужно только вперед и вправо-влево сейчас я нажимаю вперед направо он не поворачивает ничего не делает так как у нас автомобиль заглушенный давайте послушаем звук как у него вообще все происходит есть некоторые нюансы которые вот на начале движения почему-то срабатывает некорректно здесь надо подкрутить вот эти ползунки которые мы настраивали все мы подъехали и заглушили ну и такие вот нюансы сами посмотрите какие звуки вам поставить более-менее проблемы со звуками нужны такие которые играет постоянно один и тот же звук а вот за счет как раз таки наших модуляторов мы их будем регулировать питчем так что это очень сложно возможно вот как раз таки их надо покупать эти звуки иначе и либо записывать самому на автомобиле а на этом все до скорой встречи друзья всем пока